Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня просто прекрасный вечер, и я надеюсь, что твое настроение такое же хорошее, как и мое, ведь биткоин впервые с мая этого года преодолел отметку в 60 тысяч долларов. А значит, наша вторая цель по CPR также была достигнута. Кстати, посмотри, как мы отскакиваем от нее, а значит, она превращается в поддержку. И если она останется поддержкой, нашей следующей целью будет следующая цель по CPR. Это около 64 600 долларов. Именно на эту цель я буду ориентироваться при условии, если эта линия останется поддержкой. Все-то, конечно же, хорошо, портфель зеленеет, и все просто отлично. Но сегодня поговорим об очень больших новостях для биткоина, которые прямо сейчас и толкают его цену вверх, ведь мы этого ждали уже 4 года, не меньше. И, наконец-то, буквально через 3 дня это может произойти. Также поговорим сегодня про индикаторы, которые подсказывают нам о взрыве цены биткоина вплоть до 100 и даже 250 тысяч долларов в обозримом будущем. Ну и, конечно же, не обойдем стороной эфириум, который тебе сейчас точно не стоит игнорировать. И в конце обсудим то, как США на некоторое время успокоили трейдеров по всему миру. Если тебе нравится подобного плана контент, я, как всегда, буду рад твоей поддержке лайком. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, теперь в начале каждого видео я буду вставлять это предупреждение, потому что люди снова и снова попадают в эту ловушку. В комментариях орудуют мошенники от моего имени, банить их бесполезно, они растут как грибы после дождя. Сам YouTube абсолютно никак не решает эту проблему. Не отдавайте свои деньги людям, которые притворяются мной в комментариях. Я никогда и ни у кого не прошу денег ни в доверительное управление, ни на раскрутку депозита, ни на что-нибудь еще. Предупрежден? Значит вооружен. И хотя сегодня мы до сих пор находимся в ожидании подтверждения биткоин-ETF от комиссии по ценным бумагам и биржам США, у нас уже есть неоднозначное подтверждение того, что оно может случиться уже 18 октября этого года. Именно на этих новостях рынок и растет все выше и выше. Эрик Балхунас, это ETF-аналитик из Bloomberg, у себя в твиттере только что написал следующее. Согласно многим источникам, одобрение биткоин-ETF не встретит сопротивление всех. Кроме этого, я сам слышал то же самое. Фактически его одобрение уже решено. Ожидайте запуски биткоин-ETF на следующей неделе. Также, если мы найдем официальный твиттер Управления по обучению и защите инвесторов комиссии по ценным бумагам и биржам США, то на этой странице мы увидим следующий пост, который был опубликован 14 октября 2021 года. Они написали, перед тем, как инвестировать в фонд, который держит фьючерсные контракты на биткоин, убедитесь, что вы оценили риски и потенциальные прибыли. С чего бы это они публиковали такое 14 октября 2021 года? Но что конкретно означает принятие биткоин-ETF США впервые в истории? Давай сначала поймем, что это не биткоин-ETF, а биткоин-фьючерс-ETF. То есть, этот потенциальный биткоин-ETF США кардинально отличается от того, который уже существует в Канаде. Биткоин-ETF в Канаде держит физический биткоин. Биткоин-фьючерс-ETF динаминирован в валюте, а не в физическом биткоине. Однако, непрямой эффект на рынок фьючерсы все-таки имеют, потому что люди играют на них. И в любом случае, у них также имеется и физический биткоин. По моему мнению, в любом случае, запуск такого биткоин-фьючерс-ETF в США приведет к росту денежных потоков, как фонды, так и фьючерсы, связанные с биткоином. Также вспомним, что Гэри Гэнслер сказал, что сначала это будут биткоин-фьючерс-ETF, а затем и биткоин-ETF с физическим биткоином. И мы видим, что действительно в комиссию подано множество заявок на создание таких ETF. С 18 октября по 3 ноября целый ряд дат, когда такой биткоин-ETF может быть одобрен комиссией SEC. Так что принятие биткоин-фьючерс-ETF – это только первый шаг. Хочу обратить твое внимание на то, что открытый интерес биткоин-фьючерсов находится на 8-месячном максимуме, даже выше, чем тогда, когда биткоин достиг исторического пика в 65 тысяч долларов. Просто посмотри на этот график, он взрывается в сентябре и октябре этого года. Все потому, что все активно ожидают долгожданное принятие биткоин-ETF в США. Именно поэтому мы и наблюдаем такие огромные закупки в ожидании этого события. Однако нужно с этим быть осторожнее. Как мы знаем, на слухах покупают, а на новостях продают. Пока что принятие биткоин-ETF в США – это только слухи, которые подтверждены какими-то источниками. Это и еще одно событие уже в пятницу сегодня и подстегивают взрыв цены биткоина. Это истечение опционов на 820 миллионов долларов. По истечению срока опционов оказалось, что 92% путов на продажу были отменены, а значит давление продавцов очень сильно ослабилось. Ну а теперь я хочу поговорить о моделях, которые предполагают, что биткоин может взорваться до 100 и даже 250 тысяч долларов. TechDev биткоин-аналитик опубликовал интересные наблюдения. В этом анализе он сравнил 2013 и 2021 годы. Он заметил закономерность в поведении двухнедельного RSI – индекса относительной силы для биткоина – тогда в 2013 и сегодня в 2021. Прямо сейчас, похоже, ситуация повторяется. Мы находимся практически в той же точке. Вот мы здесь. И вот эта точка в 2013. И тогда, после прохождения этой точки, мы наблюдали вот этот взлет цены биткоина с 90 долларов до 1200 долларов. Вот это рост был. И сейчас мы находимся в точно такой же точке, как и тогда. Также я хочу напомнить тебе о нашей ценовой модели, которую мы не раз с тобой обсуждали. Цена биткоина находится выше этой средней линии. И если эта свеча закроет эту неделю выше этой линии, ну, ребята, это 2013 год во всей своей красе. Как же красиво. Если все будет отыгрывать так же, как в 2013 году, то пик буллрана будет на этой верхней границе, как я уже не раз говорил. Обычно на этой верхней границе буллраны биткоина и находили свои пики, как, например, вот здесь в 2017 году. Однако есть более оптимистичные прогнозы, чем мой. Например, от достаточно известного трейдера в Твиттере, у которого 12 тысяч с половиной подписчиков. Он отмечает интересную закономерность. В прошлых циклах, когда недельная свеча закрывалась выше пика середины цикла, это приводило к ее росту. Например, в 2013 году на 600%. В 2017 году на 560%. И в 2021 предположительно на 450%. Для нашего цикла закрытие выше пика середины цикла, это закрытие выше 60 тысяч долларов, как он пишет. Значит, рост в 4 раза может поднять цену биткоина до 240 тысяч долларов. Невероятный прогноз, мой немножко скромнее. Я считаю, что цена биткоина найдет свой пик именно на этой верхней границе. Это около 100 тысяч долларов. Многие сейчас размышляют о том, как высоко вырастет биткоин. Но дело в том, что после достижения пика этого булрана, нас неизбежно будет ждать новый медвежий рынок. Интересно, до каких отметок он упадет в этом медвежьем рынке? TechDev любезно поделился своим анализом. Как мы видим на графике, два последних медвежьих рынка нашли свое дно в логарифмическом кармане предыдущего цикла. А это диапазон от 1.486 до 1.618 по Fibonacci. Сейчас этот диапазон находится на отметках от 47 до 60 тысяч долларов. Так что приблизительно такие отметки могут оказаться дном следующего медвежьего рынка после того, как биткоин достигнет 100 тысяч, а может и 250 тысяч долларов. А теперь я хочу поговорить немного про эфириум, который, похоже, находится на грани того, чтобы взорваться до приблизительно 15 тысяч долларов. Ты не ослышался? 15 тысяч долларов за эфириум. Паттерны очень похожи. Итак, если биткоин таки увидит этот невероятный рост своей цены, что будет с эфиром? Его ждет не менее масштабное движение, которое будет копировать движение 2017 года, и похоже, что эфир их уже копирует. Посмотри, как сильно это похоже, не так ли? Эта модель предполагает его рост до 14 или 15 тысяч долларов, что означает около 4 хиксов от текущих отметок. И это на самом деле не кажется фантастикой, учитывая, что доходность эфириума больше, чем у биткоина за последний год. Так что, если биткоин вырастет в 3 раза, может ли эфириум вырасти в 4? Ну, конечно же, может. Поэтому я и держу не только биткоин, но и эфириум. Я очень давно не наблюдал за тем, что происходит со сжиганием монет эфира. И меня шокировало то, как сильно тут все изменилось. За это время сожгли эфиров на сумму 2 миллиарда 62 миллиона долларов. Представь себе, что может произойти дальше с ростом объема в торговле, с ростом количества пользователей теми же NFT, DeFi, которые связаны с эфиром, с ростом популярности Uniswap и других дексов на эфириуме. Эфириум станет очень дефляционным активом. Поэтому не игнорируй его. Кроме этого всего, нужно добавить и инфляцию, которая бьет рекорды по всему миру. А это значит, что именно дефляционные активы будут расти, так как все больше людей будут искать способы сохранять свое богатство и покупательную способность в условиях обесценивания валюты. Так, например, инфляция в Ирландии достигла многолетнего максимума. За сентябрь инфляция в Германии ускорилась до 4,1%. Инфляция в Соединенных Штатах побила 10-летний максимум. Официальная инфляция в Украине за сентябрь 11%. Когда я получаю гривны, я стараюсь максимально быстро превращать их в какие-то активы. Например, покупаю эфириум каждый месяц со своих доходов в сексченсуму.ком. При этом оставляю себе совсем чуть-чуть на жизнь. Супермаркет, аптека, бензин и так дальше. Также есть хорошая новость из Соединенных Штатов Америки, которая немного успокоила рынки, ведь трейдеры в последние несколько недель очень были напуганы тем, что США может чуть ли не объявить дефолт. Джо Байден подписал указ о временном повышении потолка государственного долга. А значит, Минфин сможет продолжать одалживать денежки из печатного станка ФРС. Пока что. Но на самом деле суммы меня просто поражают. 28,9 триллиона долларов. Жесть. Но все-таки пока что можно немножко расслабиться. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok